Приветствую вас Аноним, давайте разберем ваш вопрос. А чего вы хотите, в общем наш вопрос, я не очень понял. То есть вы хотите, чтобы психологи что? Подсказали вам, как научить, как заставить ребенка учиться? А ну, вообще-то это вам нужно, чтобы ребенок учился. Это вам нужно. То есть, если обратить внимание, вы говорите, что вы прикладывали адские усилия для того, чтобы ребенок был хорошим. Это нужно вам, Аноним. Это не нужно ребенку, вот. Как бы, вот он поэтому так и относится. Потому что он чувствует, что это нужно вам, в первую очередь. Это не нужно им, это не нужно ему. Потому что это нужно только вам. И у меня вопрос к вам. А почему вам нужно, чтобы ребенок учился? Настолько, что вы из-за этого подрываете свое здоровье. Настолько, что это становится ладом. И так далее. Отдается ли вы себя ощущать, что ребенок относится наплевательски к плохим оценкам? Потому что это не его оценки. Это ваши оценки. Вот. Ведь вы же, как бы, заставляете его учиться постоянно. Почему его должно это волновать? То есть, то есть, еще раз. Вам нужно, чтобы ребенок учился. Понимаете? Вам. Не ему. Вам. Вот как бы и... Вот вам и ответ на ваш вопрос. Да, это, безусловно, не совсем тот ответ, наверное, которого вы ждали. Потому что, ну, наверное, вы ждали что-то, что сейчас психолог скажет, как ребенка замотивировать учиться. Так, ну, если не интересно ребенку, если привык ребенок к тому, что его все время учиться заставляют. Вот. Если привык ребенок к тому, что его контролируют. Вот они знают, что, что, чтобы он не делал. Вот. Чтобы он не делал, все равно есть мама, которая его будет контролировать. Все равно есть мама, которая, ну, вот, как бы добьет. Все равно есть мама, которая заставляет сделать самое необходимое. Так зачем мне это напрягаться? Вот. Вот. Ну, то получается, что своим контролем вы, по сути, ребенка просто отучили от любого, ну, от любого проявления ответственности. Я бы сказал так. Вот. И все. При этом не осознавая, что вы совершаете, ну, в данном случае перенос, что оценки нужны вам, что вам нужно, чтобы ребенок хорошо учился, чтобы он был хорошистом. Вот. Это ваша заслуга. И вам это действительно ваша заслуга, да. Но про ребенка здесь речи, к сожалению, не идет. Вот. И я бы сказал, вот, что вам нужно спросить себя. Так, для чего мне это нужно? Вот. Зачем я этого хочу? Какое свое желание или, не знаю, какую свою потребность я пытаюсь реализовать в этом? Вот. Вот. На что вам нужно свое внимание обратить. Вот. И не ребенку в первую очередь, а как бы, ну, что-то говорить, а в трубе в себе разобраться вам нужно. Понимаете? В чем штука? Вот. И уже дальше уже смотреть. Вот. Уже дальше разбираться. Вот. Уже дальше, вот, выстраивать отношения с, ну, вот, с, с ним. Вот. Идходя из этого именно. А не из той позиции, как контроля и директив, который вы сейчас, сейчас взяли. Вот. Поэтому, когда родители приходят и говорят, что вот, вот, у меня ребенок там не хочет учиться, так, а, как бы, вы спросите себя, а почему у ребенка сложилось такое впечатление об учебе? Вот. И спросите себя, а почему у ребенка учится, или вы, вот, вот, как бы, как бы, что-нибудь нужно спросить. Если вы берете на себя ответственность за обучение ребенка, если вы полностью контролируете его, ну, его, его обучение, обучение, да, вот, то, как бы, здесь вот как раз вопрос о том, что любая активность ребенка замещается, замещается, собственно, вашей, как бы, активностью. Вот. И ничего удивительного, что учиться он в итоге не хочет. Ну, вот. Поэтому вам необходимо учиться, первое, ребенку доверять, второе, учиться принимать его с плохими оценками, вот. И третье, адекватно говорить о своих чувствах, то есть, вот, чтобы ребенок, именно, вот, знал, что вы чувствуете, чтобы ребенок знал, что вы испытываете и чего вы хотите. Вот. Вот. Вот это, это ключевые моменты. И поработать с вашими желаниями, чтобы вы сами, вот, понимали, что вы хотите. Именно вы, а не, там, ну, ну, насоздать это, ребенку. Ну, и когда ребенок увидит, что его, если вы, никто не оставляет, когда с ребенком будут говорить реально о чувствах, реально о ценах, вот. Потому что ваш ребенок уже достаточно взрослый, взрослый, шутый, шутый класс уже, это более чем, пожалуй, взрослый. Вот. Вот. Я не знаю, если сейчас, о, четвертый класс, да, вот, но это уже, как минимум, начало или середина подросткового возраста, то есть, ну, начало, скорее всего, подросткового возраста. Ну, знаете, какая штука. Поэтому вы просто ребенку своей жизнью жить не даете, и реальные его возможности проявить, реальные его способности проявить не позволяют, ну, не позволяют. Как-то, как-то так, я благо. То есть вам сейчас нужно, вот, совершить, вам нужно сейчас учиться не вмешиваться, знаете, и работать с своей личной границей. Там, что, вот, ну, не все, не все, конечно, да, но многие родители, вот, они приходят, значит, начинают, вот, ну, начинают с ними работать, да, вот, там, соответственно, прорабатываются какие-то, ну, какие-то вещи. Ну, а после родители родители задают вопросы, а что будет, то есть, ну, вот, я теперь, допустим, там, не буду, там, допустим, ребенка заставлять, да, к примеру. Вот, а что же мне делать, то есть, как-бы, мне же, учителя будут говорить, что, вот, почему ребенок учится плохо, там, и так далее. И, стоя еще один важный момент, ограничивая себя от учителей. Что, учителя, на родителей перекладывают свою работу. Вот, это их задача учить, их задача заинтересовывать детей какими-то знаниями, а не ваша, вот, поэтому это их проблема, что их ученики не учатся, а не ваша проблема, о чем вам нужно им говорить. А у нас как это происходит, у нас происходит так, что если, ну, ребёнок учится, ну, позже, вот, если ребёнок учится не очень хорошо, то учителя определяют претензии кому-кому, правильно, родителям, вот, ну, как бы это вот перекладывание ответственности. С другой стороны, необходимо сделать анализ ваших семейных отношений, атмосферы в вашей семье, вот, потому что если в них, если в ваших семейных отношениях есть проблемы, если есть какие-то, ну, системные трудности, например, там, конфликты, ссоры, ссоры, лицемерие, агрессия, недовольство, противоречия, вот, вот, какие-то, ну, вот, проблемы нерешаемые, да, вот, что на ребенка это влияет. И вот то, что вы говорите о том, что у ребенка все есть, что у него все есть, вот, что вы вкладываете в это вот понятие «всё»? Из вещей у него все есть? Ну, да, может быть, может быть, из вещей у него и есть «всё», это правда. А если у него мама, которая любит его и принимает его вне зависимости от того, какую отношку оценку он получил? А если у него общение с мамой не по урокам, вот, знаете, если у него внимание и время мамы не по урокам, вот. А как он общается с отцом? Например, ребенок, я имею в виду, вот. То, что вы говорите про его увлечение транспортом и поездами, может быть, как действительно увлечение, а может быть, как и способ убежать, может, может, может быть, что-то способ бегства, вот, от какой-то, ну, такой трудной для него ситуации, вот. Понимаете? Поэтому не всё, не всё так просто, не всё так вот очевидно. И я бы, конечно, вот, сказал бы, что, ну, вот, вы допускаете ошибку, вы допускаете ошибку в том, что, ну, по факту, по факту хотите переложить ответственность за свою проблему, да, на ребенка, вот. То есть, в первую очередь, то, что он не учится, это ваша проблема, не его, вот. Но вас это приводит, вас это волнует. И, на мой взгляд, на мой взгляд, в первую очередь, с этим и нужно работать, с тем, почему вас это беспокоит, почему вас это так привносит, вот. Что ребенок там кем-то вырастет и там так далее, вот. Если это, то это, к сожалению, там, просто терять. Потому что сейчас вы, ну, количестве наносите вред ребенку гораздо больше. Если бы он, например, учился хуже, но был бы самим собой и находился бы в хороших спокойных отношениях, ну, при этом, например, там, занимался тем, что ему, ну, там, ну, нравилось, к примеру, допустим. Вот. То есть, я просто, вот, занимался тем, например, что, вот, его интересует, вот. Или пробовал себя там в разных вещах и так далее, вот. Понимаете? Если, например, вы себя привыкли пересиливать и привыкли делать все через силу, там, с ценой своего, там, я не знаю, здоровья, например, то почему это должен делать ребенок. Вот он и противится этому, вот. И все дети, которые не любят учебу, они, вот, являются, как бы, объектом, вот, такого, ну, вот, такого отношения к обучению, вот. И те оценки, которые у них есть, это не их оценки, а оценки их родителей, вот. Так что, я надеюсь, что вы смогли увидеть вот этот момент, да, момент, момент, и увидеть, что есть у вас, у самой, некоторая сложность относительно вот, как бы, этих самых оценок, вот. И, соответственно, вам нужно с этим работать, чтобы уровень тревожности снизить, чтобы выстраивать гармоничные, конструктивные отношения с вашим ребенком, вот. И параллельно гармонизировать семейные отношения, где там есть трудности. на этом, на этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. буду благодарен вам за ответ, за обратную связь, точнее, на мой ответ, это позволит вам начать работу над собой, вот. Я желаю вам всего самого доброго, удачи! Спасибо. 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 Спасибо.